Девушки отдыхают Эти двухметровые бруски ацетатной смолы доставляют сюда уже готовыми. Рабочие помещают бруски в машину, которая подает их на токарный станок. Резец токарного станка автоматически отрезает одну рукоятку за другой, закругляя верхние концы. Затем обрабатывается другой конец и проделывается отверстие, в которое потом будет вставлено жало. Теперь рукоятки попадают в машину, в которой происходит процесс полирования окунанием. Ацетатная смола после обработки становится тусклой и матовой, поэтому рукоятки опускают в химический растворитель, ацетон. Это возвращает им блеск и прозрачность, а также удаляет остатки стружек. Вот так рукоятки выглядели до ацетоновой ванны. А так после нее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рукоятки высыхают на конвейере, который доставляет их к месту следующей операции – горячего тиснения. Надписи нагносятся с помощью горячего пресса и чернильной ленты. Под давлением в 25 килограммов при температуре 70 градусов выдавливается код продукции и фабричная марка. При этом на выдавленные буквы переносятся чернила с ленты. Рукоятки готовы, и в них можно вставлять жало. В данном случае жало крестообразных отверток. Жало изготовлены из углеродистой стали. Автоматическое устройство вставляет их в рукоятки, развивая давление в 40 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лезвие стамесок рабочие вставляют вручную, чтобы не повредить острые края. Одновременно верхнюю часть рукоятки закрывают стальным наконечником для придания ей большей прочности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё один распространённый ручной инструмент – рейс-шина. Отрезаются две алюминиевые полоски длина 1,40 м, второй – 56 см. Разметка наносится методом шелкотрафаретной печати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гибочная машина загибает верхний край полоски, который станет горизонтальной частью рейс-шины. Это позволит фиксировать её на кране листа сухой штукатурки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец, две части рейс-шины соединяют заклёпками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рейс-шина готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фабрики могут менять размеры инструментов, которые они производят, в соответствии с требованиями клиентов. Рукоятки стандартных отверток имеют длину от 9 до 11 см, а жало – от 4 до 20 см. Одни отвертки имеют очень длинные жало, другие – короткие рукоятки, чтобы было удобнее работать в узких местах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме того, существуют карманные отвертки и прецизионные отвертки для ювелиров и электронщиков. Это доказывает, что для каждой работы нужны инструменты определенного размера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин